Я вас категорически приветствую. Правительство канадской провинции Саскочеван отвалило 80 миллионов канадских долларов на тестирование ядерного микрореактора, разработанного компанией Вистингаус. По словам инженеров конторы, устройство размером с автоцистерну будет способно выдавать до 5 мегаватт электроэнергии, ну, либо до 13 мегаватт тепла. Ну, или функционировать в смешанном режиме, генерируя понемножко и то, и другое. А через 8 лет работы микрореактор и винчи просто отключат от электросети, увезут как здоровенную радиоактивную батарейку на переработку, а на его место привезут новый. При этом герметично запаянный реактор не нуждается во внешнем охлаждении и не содержит внутри себя ни грамма воды, ибо в его конструкции использованы некие чудодейственные тепловые трубки. Вот вроде совсем недавно звучали пронзительные вопли с требованием немедленно закрыть все атомные станции, а вместо них навтыкать вентиляторов и солнечных панелей. И вдруг выясняется, что без мирного атома обеспечить граждан теплом и светом крайне затруднительно. Надо же, как интересно получилось, особенно для немцев, которые уже успели поставить крест на своей атомной энергетике. А теперь, наверняка, выпучив глаза, задают вопросы. Вас есть лоз! И даже вас есть бассерт! Ну, то есть, сперва подвой эко-дебилов, эко-активистов надо просрать все изотопы, а потом судорожно закрывать дыры в электроснабжении при помощи компактных АЭС. Ввод в эксплуатацию первых моделей и винчи запланирован на 2029 год. Ну, впрочем, ситуация может сложиться по-разному. Например, в 2017 году Вестингаус проходил процедуру банкротства, накосячив с производством реакторов AP1000. А ведь там даже особо новаторских технологий не было. Проект пытались довести до ума более 15 лет. Но с этим Вестингаус по какой-то неясной причине не справился. Нет никаких сомнений в том, что идея модульных АЭС вполне себе перспективная. Непонятно одно, кто и как это добро будет охранять. Потому что количество желающих это дело подвзорвать, во славу Господа, или там экологии, невозможно даже подсчитать. Ну и что же перевесит? Острая нужда или безопасность? Это мы будем посмотреть. А на сегодня все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok